Это славная часть нашей столицы состоит аж из 12 микрорайонов, причем довольно большую площадь занимают частые дома. Есть здесь две широко раскинувшиеся достопримечательности. Зоопарк, конечно же, знаменитый, очень отличный зоопарк. И также музей под открытым небом, это вот наши две основные достопримечательности. Музей под открытым небом был основан в 1957 году и занимает почти 80 гектаров земли. А зоопарк переехал сюда из района Майка в 1983-м, значительно увеличился в размерах и на сегодняшний день занимает 60% микрорайона Вески Меца. Жители Муста Мяя считают, что зоопарк находится на их территории, а жители Вяки Исмея ждут у них. Он не совсем Исмея, конечно, но мы всегда считали, что он наш. Если вы хотите насладиться прекрасными прибрежными видами, то район Какумяя – это место, где вы можете найти много инстаграмных локаций. Он настолько хорош, что жители панальных районов даже смотрят на него как на заграницу. Какумяя для нас – это такое, что-то отдельное, что-то прибрежное. Для вас мифическая земля, которая, возможно, не существует? Она существует, но она, как мы называли, район для богатых, частными школами, со всеми вот этими красивыми видами на море, променадами. Там уже практически ничего не происходило. Вся жизнь как-то вот застряла здесь на Вяки Исмея, да и никто не ездит. Но есть здесь и дорогая нашему сердцу панельная застройка, даже, можно сказать, образцовая – район Вяки Исмея. Насколько я помню, Вяки Исмея, вот эта Вяки Исмея, началась строиться где-то в начале 70-х годов, в 1973, наверное, году, в 1973 году. Мне было как раз тогда 15 лет, и мы здесь ходили, вот на этом участке, вот эти вот первые дома, которые в той стороне находятся, вот эти пятиэтажки – это одни из первых домов, которые в Вяки Исмея вообще были. С микрорайонами в Таллине последние лет 60 дефицита не наблюдается. В одном только Мустамяя их выстроили 9, а в Ластамяя – 8 из 11 запланированы. Зато макрорайон, именно так называли в процессе строительства свои детище, дворцы, градостроители и журналисты Таллинских газет, такой один единственный и неповторимый – Вяки Исмея. Здесь было колхозное поле, и основным ее, как бы, злаком или растением, которое выращивалось вот именно на этом месте, был горох. Здесь выращивался горох, кое-где, иногда некоторые годы был овес, в той стороне больше было морковки и редиски. То есть это была нормальная такая подростковая детская тема – натырить гороха? Да, обязательно. Да и не только подростковая тема. После того, как были построены здесь первые дома, они же здесь сохранялись еще, эти посадки. И те, кто здесь жил, тоже горох отсюда брали. Помимо колхозных полей находились здесь и маленькие огородники, которые советские труженики организовывали на свой страх и риск, и которые помогали обеспечить семью традиционным запасом солений. С одной и с другой стороны этой линии были огороды. Вот сейчас остатки этих огородов остались где-то, вот если за переездом, там есть еще несколько таких огородов, и в районе поселка Харкуявы, там они еще есть. А здесь они были буквально все вот так вот огорожены колючими проволоками, вот здесь каждый держал свой огородик, какие-то грядки были. И главное, чтобы была, конечно, пристроечка, будочка, в которой хранился садовый инвентарь, но и там люди как жили тоже летом, это было как их маленькая дача. Дмитрий – житель Мустамя, но так уж вышло, что он был свидетелем того, как скроился в Гайке-Эсмя. Ну вот мы сейчас как раз находимся между двумя спальными районами, Мустамя и Эсмя. Я, конечно, мустамяйский человек, потому что приехал туда жить в 1963 году, и после этого мы начали осваивать этих прилежащих к Мустамяй территорий. Недорогая нашему сердцу панельная застройка, даже, можно сказать, образцовая, район Гайке-Эсмяя. Насколько я помню, Эсмяя, вот эта Гайке-Эсмяя, началась строиться где-то в начале 70-х годов, в 1973, наверное, году, в 1973 году. Мне было как раз тогда 15 лет, и мы здесь ходили, вот на этом участке, вот эти вот первые дома, которые в той стороне находятся, вот эти пятиэтажки, это одни из первых, а Мир, Прут, Майк. Это что, Мир, Прут, Майк. Так вот это как раз и есть тот самый круглый выясняевский пруд, центр выясняя, который был задуман проектировщиками, я не помню, по-моему, в конце 60-х годов был проект этот сделан, там как раз была нарисована центральная часть, как глаз, всевидящее око, всего, что есть, вот этот был круглый пруд, и вокруг него располагались дома. Пруд и сегодня является важным центром Гайки-Эсмяя во всех смыслах. Центр Гайки-Эсмяя, он был тоже задуман как искусственный пруд, его здесь не было, потому что, естественно, здесь было колхозное поле, кто будет покапывать какие-то озера или пруды посередине колхозного поля. Сначала он выглядел просто как какая-то лужа такая, но потом он облагораживался, пруд стал круглым. Кстати, сейчас он... Закольцованы к улице Гайки-Эсмяя-Этэ панельные и кирпичные дома с квартирами на почти 36 тысяч жителей. А по проекту, насколько я помню, здесь вообще, в этом микрорайоне, есть... Опасное место. Да, опасное место. Пятиэтажные, девятиэтажные, шестнадцатиэтажные дома. Новаторская в масштабах не только Тальной Эльстонии, но и всей тогдашней страны эффектная концепция Гайки-Эсмяя в 1986 году была удостоена государственной премии СССР в области архитектуры, искусства и, почему-то, литературы. Когда построился микрорайон Эсмяя, престижнее было жить в Эсмяе, потому что он был более элитный район. Как говорили, здесь жили много знаменитостей, актеры разные жили, инженеры, писатели, еще кто-то. Они получали квартиры не в этих домах, а в которые уже дальше построились рядом с озером, пятиэтажные дома. Микрорайон застроен крупнопанельными и кирпичными пяти, девяти, четырнадцати и шестнадцатиэтажными жилыми домами. Основной фикс строительства пришелся на вторую половину 70-х годов. В этих пятиэтажках жили, по-моему, сначала дети и работники домостроительного комбината, которые строили весь этот новый микрорайон. Это, конечно, все равно еще хрущевки, но они, как говорили, с улучшенной планировкой, потому что те хрущевки, которые были построены мусорами, они были немного меньше, более малогабаритные. А здесь были расширенные кухни и прихожие, и выглядят до сих пор, они лучше, чем мусомельские. Я знаю, что вот мой дом, где я живу до сих пор, это был дом аэрофлота в свое время. Его построили для пилотов, всяких технических работников аэрофлота и так далее. Почему мы там получили квартиру, я не знаю. Мои родители с аэрофлотом не были никак связаны. Есть несколько видов построек. Это вот пятиэтажки, девятиэтажки и высотки некоторые. И эти пятиэтажки обычно, как правило, полицейскими заселялись, моряками. Вот у нас есть, допустим, общежития так называемые. Они заселялись людьми, которые застраивались здесь или приехали на Олимпиаду. Ну и военные. Мне кажется, что ИСМАЯ всегда считалась престижным, хотя не знаю, с чего я это взял, может, я бы думал сейчас, жить в высотках, чем в пятиэтажках и в девятиэтажках. И вот в высотках почему-то всегда считалось, что... Да, в высотках, чем в пятиэтажках и в девятиэтажках. И вот в высотках почему-то всегда считалось, что это чуть лучше уровень. Здесь до сих пор можно встретить удивительного урбанистического зверя, который уже давно не водится в других спальных районах. И имя ему мусоропровод. Да, у меня дома до сих пор есть. Да, был, был. Потому что для меня это... Мы везде заваривали. Вот это большая загадка. Везде, где я был и их видел, они были заварены. И, как мне говорили люди, изначально. А тут, оказывается... До сих пор работает мусоропровод. И он до сих пор не заварен. Это как-то отражается на наличии тараканов? Или как-то все это мифы? По поводу тараканов, кстати, интересно. Тараканы были вот в начале, когда мы только переехали, первые несколько лет были тараканы. А потом они бесследно исчезли. Их, скорее всего, победили муравьи, потому что потом довольно долгое время были маленькие такие муравьи. Они не кусались, но их просто было очень много. А потом и муравьи куда-то исчезли. Во многих спальных районах и даже городах есть дом, который местные называют китайской стеной. Есть такая стена и гайка Исмя. Вот этот длинный 10-этажный дом, он называется китайская стена. То есть, если дома, они все-таки имеют определенную длину и как бы обрываются где положено, то этот дом не прерывался. Вот как он оттуда начинался, так вот до самого, почти до того места он и проходит. Как тогда было принято, строили комплексно. Дома, школы, детские сады и магазины. Мы стоим сейчас на фоне одного из магазинов. Сейчас он называется Максима. Но это был один из первых магазинов. В Исмя, он назывался В Исмя-Они. По проекту здесь и было как бы три магазина запланировано. В Исмя-Они, потом в районе Куле в Купу В Исмя-Они и потом уже туда еще две остановки в ту сторону, В Исмя-Они. Архитекторы обладали очень, видимо, большой фантазией в плане выбора названий. У Стамя тоже так же магазины назывались АБЦ-1, АБЦ-2, АБЦ-3. Тут стали появляться действительно рынки, но они были такие довольно мелкие. На них продавались исключительно овощи и фрукты. И они опять же были при этих самых магазинах. Был рынок при втором магазине, самый большой, который сейчас вот на рыноку. Был рынок при первом магазине, при третьем магазине и так далее. Но они были маленькие и не сильно не влияли на жизнь. И, конечно, единственное, что стали открываться всякие ларьки с гамбосами. Сейчас эти магазины прибрали к рукам различные крупные торговые сети. Я тоже после школы, собрав всех своих одноклассников, шла к бабушке, у меня бабушка там тоже работала, продавала конфеты. Это было такое излюбленное место моих одноклассников там. Но потом закрылся рынок. Насколько мне известно, все люди очень скучают по этим рынкам. То есть рынок была что-то такая социальная сеть, там все общались. Интересно, что даже в лихие 90-е район Хабберский был довольно спокойным местом. Здесь было не страшно совершенно. Со мной не проводили, где-то, никаких воспитательных бесед на тему, там долго не задерживаясь и прочее. Единственное, что я помню, вот, ну это, наверное, я уже был в сознательном каком-то возрасте. Однажды здесь взорвали недалеко от моего дома какого-то человека в машине. Но я не помню, то ли он был полицейский, взорвали его бандиты, то ли он был бандит, взорвали его другие бандиты. Были тут и рестораны, и прочие злачные места. Как я порассказал, и там было довольно спокойно. В парной районе есть парный район. Вот в Мустарне, там все-таки было несколько ресторанов открыто, несколько кафе. А насколько я знаю, весьма таких мест злачных, если можно так сказать, не было. Это был такой ресторан, наверное, он назывался, кактус. Потом на его месте открылся Талли Киапульлики, один из первых. Но вот до Талли Киапульлики там был ресторан кактус, где по ночам, значит, были какие-то дискотеки. Где вот эти все пьяные моряки как раз встречались со своими не менее пьяными женщинами и веселились, вот. Кактус был, да, и достаточно довольно-таки долгое время. Он был бар-дискотека, то есть люди даже могли там поплясать, потанцевать, подрыгаться. Когда я работала в другом баре напротив, я часто встречала людей, которые приходили оттуда. Уже веселые, отдохнувшие и проголодавшиеся.